МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Русские потребности защищают свои политические связи, защищают и наших украинских, и поддерживают. Есть другие волонтеры в России, которые поддерживают и пытаются получать релизу русских политиков и поддерживают украинских политиков в России. И мне бы хотелось, чтобы вы понимали больше, что вы понимали, читать из 16.06.2021 годы, в каких условиях он был, и что это пишет. Она хочет, чтобы вы понимали, как он живет, она хочет читать вам свою книгу, которая была написана только месяц ago, в 16.06.2021. Сейчас, крылечку. Мин пишет, кстати, сегодня, то есть 16.06.2021, ученики должны встретиться Путин и Байден. Поэтому есть некоторая возможность, хотя безусловно и очень большая, того, что эти досады все-таки о чем-нибудь договорятся. Таким образом, я прекрасно понимаю то, что возврат таких, как я, у политиков точно не приоритетен. Конечно, я понимаю, что вы понимаете, что вы получаете такую позицию, как я, у меня, не единственная приоритет для политиков. А на счет того, мама, чтобы здесь не бунтовать, то могу тебе абсолютно точно заверить в то, что твой первенец и по совместительству самый старший сын не из тех, кто под каким-либо нажимом может превратиться в безропотную овцу. I can assure you that your first son and your oldest son is not the one who can under pressure become a saltless sheep. Или банально растадного барана. То есть абсолютно точно не мой случай. Or just a goat between among other goats. It's not my case. Поскольку в принципиальном моменте я прогибаться не собираюсь ни пред одной скотиной, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. I'm not going to bend before any animal, so to say, regardless of the situation I'm in. Кстати, это первое за все время письмо, которое я имел возможность писать за нормальным письменным столом. It's the first letter for a long time that I have a chance of writing and sitting at the actual normal table. Во всяком случае, похожим на нормальный. At least looking like a normal table. А ведь я уже давно забыл о существовании слова эргономика. I have long forgot the word ergonomics. Так же сейчас у меня более-менее нормальная людская кровать. Now I have more or less normal human bed. Поэтому я имела скромную возможность наконец-то по настоящему выспаться. So I finally had a chance to get a good sleep. А ведь я тоже уже успел забыть о подобном человеческом отдыхе. I have long forgotten how a normal human rest holds. Так же на новом месте нету этой духоты и намного меньше злобных чипецких комаров. In the new place I have much more air and much less mosquitoes. И это тоже очень и очень важно. And such things are very important. А вишенка на торте – это огражденный туалет. And a cherry on the top is a toilet that has walls. У меня сейчас есть телевизор, правда, старый и маленький. И всего с одним говноканалом, но с учетом всех обстоятельств и бэккраунда. Это безусловно натуральный квантурый скачок. It's just a quantum leap for me and my ambitions. Both physically and mentally. Другими словами, я действительно провел пять кировских лет в очень кошмарных условиях. So, these last five years were a nightmare for me. Даже по сравнению с тем местом, в котором я сейчас нахожусь. Это соседнее здание. Even in comparison to the place that I'm in, I've been transferred to the building next door. В общем, тот факт, что я до сих пор не сошел с ума – это, в принципе, реально чудо-чудо-чудо. Те факт, что я не потерял мою минуточку сейчас – это действительно неплохо. Он сейчас перевели в другую камеру на 12 человек. И там он написал, я уже не буду повторяться, какие-то условия, но он также перебывает на одинце. Он был отправлен в другую комнату, и эта комната была создана для 12 людей, но он все равно там нет. Субтитры создавал DimaTorzok